Продолжение следует... Его миссия именно этим и ограничивается. Его потомство, это не делает его святым. И поэтому каждый, кто считает, что он из рода пророка, либо же он из рода, кто-то будет себя относить к другим пророкам и тому подобное, нет понятия в исламе святости или святость, которая передается с поколения в поколение. Нет. Аллах говорит, и вы получите то, что вы приобрели, а не получат то, что они приобрели. И порой приходится видеть человек, говорит, я из рода пророка, но он далек от того, на чем был пророк Мухаммад. Это его не освобождает. Посмотрите, Аллах даже не уберег, вернее не уберег, а вернее не спас от огня родителей посланника Аллаха. Хоть он был пророком, то есть это не сделало его святыми. Их святыми дядю, которым Аллах упомянул, что он будет гореть в огне, который не принял дедушка. И все остальные, те, которые умерли на ногах Божьей, они будут судимы ровно по тем убеждениям, на котором они были. И поэтому данный аят Аллах говорит, И вы не будете спрошены за то, что они совершали. И поэтому Ислам категорически отвергает ту теорию, то есть теорию изначального греха. То есть, если один совершил, то проклятие, или человек совершил грех, то проклятие на всем роде. Нет такого понятия. Или кто-то святой, он, его весь род святым является. Нет такого. Если человек является грешным, то грешным является только он. И нет такого понятия проклят его весь род. Либо же стал святым его весь род. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова